пацаны здорово с вами как всегда назин и сегодня у меня новая распаковка сайта алиэкспресс товаров будет очень много товары просто пушка потому что я заказывал их в личное пользование стал я конечно также долго потому что какие-то товары приехали быстро какие-то товары комплектовались одной посылкой на какие-то товары китайцы морочили по бирже ну собирал я реально это для вас долго не будем с вами затягивать приятного просмотра давайте начинать но перед началом я обязан сказать если вам интересно если хотите можете подписаться на канал и поставить лайк но это необязательно это чисто знать это проверка нашла ваш злоб не поставил лайк поставил значит и крутой пацан спасибо тебе большое ладно погнали так начнем мы наверное вот это большой посылки и по ходу дела вообще мы будем наверно распаковывать какую-нибудь большую какую-то маленькую чтоб как говорится было интересней и товары где-то там чуть поприкольней что-то где-то чуть попроще как говорится не думали что там прям мажор какой-то распаковывают какие-то меха ништяки только зажрался сволочь поэтому будем распаковывать разнообразное так в этой посылке у нас сортировочка из двух посылок начнем наверное со светлой стороны я прям як джедай так здесь у меня вот такая красивая коробочка и здесь находится вот такой вот новейший пазл от компании rocker это rocker роботайм это 3d пазл собирается он из дерева но бывает участвует какая-то там еще металлическая составляющая типа какой-нибудь механизмы ну что-то в этом духе в общем все собирается из дерева и получится у нас вот такая красивая как ее там господи забыл будет это не балалай не балалайка виолончель короче вроде как она до виолончель она будет заводиться и будет вот это вот пилка короче говоря она будет ездить и будет играть мелодия так открываем коробочку чтобы понимали что у вас ждет какая ждет вас пытка во время сборки идут значит в комплекте у нас вот такой набор пластинок деревянных тут и вам светленькие пластинки и какие-то вот цветные крашеные вот такие различные элементы вы просто их выдавливаете пальчиками где нужно что-то там косячки неровности зачищаете наждачком он в комплекте идет все это дело соединяется между собой конечно же у нас в комплекте идет вот такая вот инструкция нет это не инструкция а здесь именно описание всего комплекта какие у нас винтики болтики как они маркируются как что соединять краткое описание но непосредственно уже да вот непосредственно сама пошаговая инструкция типа возьми такую-то детальку детальки на пластинках все маркируются то есть вот есть написано е12 значит на пластинках будет деталька е12 вы аккуратненько пальчиками выдавили и все это дело соединяете по инструкции в комплекте у нас как и говорил вот такой какой-то металлический ключик маленькие винтики пластиковые какие-то фиксаторы также пакетик опять же винтики отверточки и вот собственно то что будет у нас издавать мелодию издавать звуки так собственно вот такой комплект а ну и вот наша палочка да уже выполнена из пластика блин что-то и пилочка нифига себе даже пилочка есть то есть короче полный комплект то есть все что вам от вас остается вас от вас все что от вас требуется это время на то чтобы сесть и собрать этот набор по он недолго собирается там буквально может в районе пяти часов я собрал огромное количество разных наборов кто мой канал смотрит он знает что я помимо всего увлекаюсь еще всякими пазлами в общем буду собирать вот такой красивый набор ссылка конечно же кому интересно в описании ничего сложного вещь прикольно так следующая посылка которая была в этом пакете это вот такая темная переходим на темную сторону так и следующий ништяк это у нас вот такая креатив лэмб это rgb лампа rgb кольцо вот такое да и с тыльной стороны собственно спецификации никакой пока ничего не понятно единственное указано что все дело питается у нас от 5 вольт 2 ампера то есть принципе они в принципе вы можете это счастье запитать от любого usb разъема собственно от компа ноута от какого-то переходничка я же буду все это дело уже запитывать от самого простец кого блока питания на какой-то старенький валяется там даже не зарядник обычный блок питания с каких-то там наушников samsung и откуда так короче очень очень древний блок питания вот как раз он мне и пригодится так это в сторону пока давайте посмотрим что у нас собственно в комплекте в комплекте отдельно пакетик валяется также у нас имеется вот такой пульт управления различные режимы температурные 2700 2200 400 55500 6500 цвета плюс-минус то есть добавление яркости смена режимов кто покупал всячески rgb продукцию тот в общем в курсе есть у нас еще давайте посмотрим есть инструкция да то есть у нас все это работает дело с пульта также мы можем скачать по qr-коду приложения и управлять подсветочка уже непосредственно со смартфона вот у нас что тут показывается да мы можем менять температуру менять яркость менять цвет задавать какие-то всяческие цветовые режимы и из прикольного что к примеру само это кольцо ему видите можно будет поменять задать определенные участки то есть дать там типа такой участочек на 25 процентов на 30 процентов и каждому из этих участков задать какой-то цвет чтобы получилась вот такая примесь кабель у нас достаточно я уже вижу очень длинный это огромный плюс то есть вам не надо прям впритык компьютеру все это дело устанавливать кабель прям тут нифига себе слушайте ну наверное до размаха моих рук не хватает то есть по факту тут метра два наверно не меньше также у нас помимо пульта здесь есть простенький блок управления включения выключения видно смена режимов цветов и rgb это типа переключать режимы то есть rgb белое свечение да по поводу кольца давайте уже кольцу перейдем по качеству по слушайте берешь его она очень тяжеленько ну прям ощущается в руках что это не пустышка вот это я думал будет пластик это не пластика знаете как как от влаги защита то есть это вот такой вот силиконовый материал его часто задувают сами ленты бывает что то есть влагозащита присутствуют то есть вот так мы поворачиваем проворот делаем и ставим все так собственно что мы можем здесь делать есть различные лампы есть которые чисто светят белым светом есть которые желтым светом свете то есть холодная и теплая есть с rgb режимом я взял самое жирное чтобы у меня было и холодно и холодно и теплое свечение rgb чтоб все как было собственно вот на в главной вкладке цветовая температура это и есть да вот у нас теплый свет белый свет желтый теплый как хотите регулируется все это по яркости то есть поярче потемнее посветлей как угодно далее полноцветные у нас режим здесь мы можем выбирать различные цвета прикольно переключается до заметьте в реале опять же повторюсь что светит насыщенный красный цвет такой нет этих вот точечек каких-то если что-то это передается жмем желтый смотрите бац и запускается вы опять видите диодики а я их не вижу так вот такой цвет ну в общем тут уже извращайся как хочешь выбирать так выбирать так видите все анимации достаточно быстро все меняется всего переключается есть режим симфония то есть здесь уже какие-то анимации то есть это все это у нас приложение отображается хочу вот такой все погнала что-то у нас бегает что-то у нас прыгает вот такой свет хочу вот так мне нравится патриотично далее вот такие анимации и сюда вот вам бегает анимация то есть ну много видите их действительно очень много черный черный это просто вспышки дискотека в общем кто пользовался подобными лампами rgb шнами да то есть там количество анимаций вспышки переливы перебегания перетекания все что угодно их здесь очень много вот такое какое золото тут тебе красненькое еще что-то и скорость можно задать этим переливом опять же яркость есть режим музыки то есть это все в такт музыки будет работать прикольная штука далее что у нас мазок мазок это тут имеется ввиду diy то есть это вы можете сами создать какой-то свой пресет пока я не могу в плит как это сделать потому что только запустил но тут можете а вот смотрите от выделяю какой-то кусок хочу чтобы он был типа зеленым теперь беру давайте кому быть красный цвет и хочу чтобы вот этот кусок был красным о прикольно в общем реально штука мне понравилось тут есть какие-то незначительные косички там по внешнему виду но когда все это светится стоит во тьме прям пушка реально клёвая тема мне понравилось ссылка в описании после такой прикольной лампы давайте распакуем что-то поменьше нож меня откровенно начинает уже кумарить реально совсем тупой так что попроще да так-то кайфанули теперь расслабьте булки посмотрим что попроще здесь у меня ремешки на hello rs4 но не спешите перематывать этот фрагмент потому что если у вас hello rs4 плюс вам будет интересно узнать некоторые тонкости использования данных smart часов или если вы хотите их только приобрести короче комплектный ремешок который у них магнитный он в первый день был классный ну ладно не первый день там неделю наверное все было супер но потом по непонятным не причине магнитные бури магнитное излучение облучение что еще вообще может происходить да то есть они у меня временами начали отваливаться то есть ты носишь такой часики идешь где-то по улице все хорошо ремешок бац расстегнулся они отпали так раз бац два три бац и короче я их код мне это дело надоело и я на свои часы купил вот такой популярный ремешок он тканевой тянется то есть внутри какая-то там резиночки установлены и сверху это вот в общем ткань обтянута вроде прикольно да хорошо смотрите какой момент какой классный момент это просто ну как нормально да смотрите как они на моей руке я могу вот так делать вообще не проблема причем это не потому что я там баран купил какие-то размером не угадал посадить на штрондец нету изначале ты покупаешь ремешочек я установил все хорошо одевались они хорошо за счет того что соответственно такого полу тканевой за счет вы не будете в них купаться душ принимать потому что это будет очень долго высыхать да и вы так раз растянули что по деда пройдет здесь раз два три 4 5 6 туда сюда туда сюда все резинка растянулась болтается как сопля перед этим у меня был еще один ремешок я брал даже меньше то есть он еще сильнее растянулся взял чуть побольше думаю за счет того что растяжение меньше будет он не будет так растягиваться нет он тоже так растягивается короче деньги в задницу реально эти ремешки просто растягиваются убиваются и фигня магнитный тот развалился поэтому заказал я вот несколько вариантов это типа у меня зимний будет это скажем так у меня веселый летний оранжевый черный давайте оранжевые посмотрим очень приятный на ощупь приятный то есть гипоаллергенный видимо силикон здесь ух ты тут тоже типа напыление такое какое-то но это металл но краска такая знаете напыление приятное не знаю даже как это описать в общем понравилось мне хорошо выглядят аккуратненько вот такие ремешочки так заменил я ремешок вообще за секундочку заправляется он вовнутрь мне такой вариант нравится все легко подошло все холошо холосо холосо все hello rs4 плюс смотрим наслаждаемся любуемся теперь ничего не оболтаться нигде не будет на моей тощей руке нормально подходит дырок тут вполне хватает даже с у вас широченная толстая лапа так что как говорится рекомендую так едем дальше давайте распакуем вот эту здоровую колбасину посмотрим что там внутри я конечно знаю что там внутри а вы можете написать свои догадки хорошо все запаковано так делаем вот так и не помялась заказывал это фотофон в общем до заказывал я их огромное просто уже количество у меня несусветное но под разные задачи то есть кто-то использует для видеосъемки вот это кстати тоже фотофон кто-то для видеосъемки используют то тогда фотосъемки предметная фотосъемки там есть разные их просто несусветное количество то есть на любой вкус и тарелочку печенюшечку тебе там сфоткать и какую машинку я не знаю что там золото бриллианты кто что фоткает я же купил еще вот такой фотофон потому что я тоже бывает видеосъемку делаю какую-то типа там предметной и короче одни и те же фон у меня задал бывают прикол в том что они двухсторонний из качественной плотной какой-то бумаги идет и прямо это достаточно выглядит все реалистично особенно если вы потом под фотошоп или либо где-то видеоредакторы со светом поигрались выглядит это очень круто качественно если у вас еще советские обои с розочками с цветочками вот это вся эта красота несусветная если у вас ковер на стене висит да и вам все-таки надо что-то иногда покрасивее то вот такой вариант спасает ну не делать же ремонт да там фан был бабок нет всяк всякая в жизни бывает что короче говоря размеры 80 на 55 если мне память не изменять ну то есть он реально здорово видите что у меня даже сейчас в кадр не влазит то есть одна сторона я взял вот такой темная кладка кирпича думаю это видно тут есть текстура бывает с этим еще с вариантом такой жесткая текстура там видно знаете резкая текстура есть чуть-чуть подмыленная кто как любит здесь немножко подмыленная но тем не менее тоже очень хорошо а вторая сторона у меня вот такой не знаю даже как что это сказать но типа пусть будет асфальт что люди что-то такая вот такая темная сторона с вот такой вот непонятной текстурой то есть опять же что-то на этом фоне очень хорошо снимать но не знаю что там за разом скручивается кстати чтоб разровнять его в обратку просто раскрутите вот пультик до светленький садить красота все отлично видно короче фотофоны это хорошо фотофоны часто выручают покупайте ссылочка в описании следующий ништяк это вот такая штука от которой взрослый мужик будет в восторге дети скажут батя да ты красава просто жена не знаю оцените или нет а теща будет вот теща точно кайфанет от того особенно особенно если вы там ночью придете к ней то что еще шо ты спишь там чине это вот такая маска вот это чудовище будет светиться сейчас попробую я все это собрать смотрите тут есть подключение длинный кабель то есть маску одели где-то там за шивороте закинули штанишкам присоединили есть у нас блок питания есть чем зацепиться сейчас подключимся теща привет с праздником тебя переключаем есть обычные режимы то есть маска кстати да по моему rgb четко нету то есть там желто-синий красный голубой то есть вы сразу выбираете какой цвет хотите то есть чтобы она чисто синим светила желтым зеленым единственно что нам доступно не смена цветов а именно вот эти вот пульсации то есть она вот выключена вот она постоянно будет вот так гореть такой красава получается такая пульсация есть и более медленная пульсация и выключена все три режима светит пульсирует и еще пульсирует медно то есть на хэллоуин вообще это по приколу может быть там тик токер какой-то масочку одеть что там про рекламе что-то ну в общем просто приколяшка выполнена полностью из пластика как видите качество тут прям не огонь что-то там на ляпали литье такое так себе ну стоит она вообще копейки но свою функцию она вполне будет выполнять фиксируется в лобик что вам тут не давила поролон очка еще одна посылка из категории я не знаю что это но очень очень интересно так конечно автор видео говорил немножко по-другому но тем не менее давайте смотреть первое что мы можем понять это то что продавец охренеть как круто все запаковал скотча не пожлобил пупырочки не пожлобил так это у нас честно говоря по коробке вообще не скажешь это у нас smart часы от компании black view модель r8 честно говоря в чем-то собственно прикол да с компания black я знаком только по смартфонам окажется ничего выпускают smart часы по моему даже наушники и планшеты может что-то там еще то есть я думал честно говоря только смартфон и все китайские смартфоны если если ты знаком с этой компания что-то помимо смартфонов напиши ради интереса в комментариях мол типа пользуюсь там smart часами мне нравится или не нравится фуфил не фуфил в общем интересно твое мнение собственно по коробке ничего не понятно black 8 black you r8 никакого те рисуночка да то есть вот у нас карта в цветах данные смарт часы доступны вот собственно конфигурации до грей black pink green gold red silver хотя честно говоря я не уверен потому что на странице продавца при заказе был только вариант black pink и не даже не pink gray и gold что нас встречает нас встречает сразу вот такой мануал мануал у нас англо а даже русский это русский язык есть круто это круто русский язык здесь присутствует то есть все понятно будет введение функцию часов стиль меню функции условия хранения записи об упражнениях проверьте данные упражнения за один день строке состояния ну короче перевод не ужасно нормальный в принципе перевод как пользоваться как настраивать watch face и мониторинг сердечного ритма входящие смс ки и вот видите сразу на тыльной стороне инструкции можем скачать приложение которое называется glory fit будет работать она у нас от него в комплект о слушать я прикольно пока что мне нравится да так у нас зарядка зарядка магнитная вот такой кабелек вообще ну не сказать что огрызок сантиметр пятьдесят наверно два ремешка офигенно вот это хорошо это мне нравится о слушать на липучки не часто я такие варианты вообще встречаю да то есть обычно какой-то силиконовые все ой мне кажется он жаркий будет зимний вариант наверно слушать он какой-то тепленький немножко тянется на липучках фиксаторы слушайте ремешок вот этот мне зачетно понравился так и вот собственно наши сами часики здесь уже у нас силиконовый ремешок так мне не сильно понятно да то есть видите у меня черный цвет черный цвет но у нас этот бегунок он почему-то такой зеленоватый так буквально три минуты колдовства и часики я в принципе настроек сожалению они были полностью разряжены окинул их на зарядку скачал это приложение зарегистрировался никаких проблем через google почту зашел приложение у нас собственно на русском языке русифицирована получается до устройства по настройкам здесь принципе классика есть настройка часов это то что он бегло я сейчас могу вам показать watch face of дофига реально но ведь о них под групп подгружают с базы видимо вот загрузился еще список еще список watch face и реально прикольный вот что мне нравится они прям стильненький я бы сказал то есть на любой вкус молодежненько и постарше то есть ну сами видите да то есть watch face и тут реально интересное яркие детские блин какие хочешь вот допустим стыди какой яркий прикольный классный так далее по классике мониторинг пульса у нас оповещание о звонках sms оповещания уведомления приложений также что понравилось можете там в кашку мессенджеры почту youtube skype вайбер чат и вич а то есть все что угодно и плюс дополнительно с других приложений можно также поставить уведомление будильник не беспокоить возможно есть какое-то обновление сейчас не буду это проверять по что затянется время не хочется это делать ну собственно тут по настройкам все абсолютно классика батарея 190 миллиампер часов и заявлено 7-10 дней работы то есть ну в принципе тоже опять тут ничего сверх естественного то есть при активной нагрузке я думаю это даже дней пять будет если вы постоянно будете получать оповещения там звонки постоянно что-то там сверять проверять тренировочки плеер послушать музычку по переключать думаю дней 5 это такого дедовском варианте наверно будет не 10 когда вам чисто там разве кто-то там внучок прислал сообщения да и я не знаю что вы там время посмотрели еще яркость убавили дни 10 и будет так давайте они немножко подзарядились сам экран действительно мне нравится яркий несмотря на то что 240 на 240 точек немного но пиксельности нет все в обзоре уже в полном покажу такая настройка по классике свайп вниз у нас получается нет сообщений я то есть еще наверное русифицирована но не сказать что прям идеально свайп вправо шаги у нас пульс кислород до сон погода естественно куда же без нее свайп сюда и здесь у нас общее вот такое меню и смотрите как каруселька достаточно плавно двигается несмотря что за ушки по моему там 128 мегабайт или что такое да достаточно плавно двигается заходим примеру сообщений сообщение у нас нет первое впечатление часы недорогие реально мне понравилось буду тестировать будет на них общем полноценный обзор поехали дальше еще один товарчик осталось у нас их на сегодня наверное три в принципе у меня их много еще там некоторые подъезжают и наверное организую я вторую распаковочку так что как говорится есть есть повод ребята подписаться потому что ништячки едут ништячки интересные сегодня вообще все такие товары которые грубо говоря в двух словах и не расскажешь вот прям приходится делать им мини обзорчики такие потому что все сложно сегодня у нас все сложно но мне повезло вот конкретно этот товар будет в двух словах потому что у меня есть на него полноценный обзор с скажем так небольшими правками потому что я купил его во второй раз так ребятки и это у нас здесь оказался вот такой геймпад либо вот для олдов джойстик 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 от бренда game sir модель t3 почему я сказал что у меня собственно нафига я купил во второй раз у меня есть обзор на него смысл в том что мне очень понравился этот геймпад он действительно неплохой опять же за обзор у меня есть ссылка оставлю на него в описании но там был косяк в общем был небольшой косячок у геймпада в том плане что стики имели небольшое прилипание по осям то есть когда вы играете в обычные какие-то файтинги гоночки какие-то ходилки бродилки все что не связано с сетевыми игрушками да то есть вы там этого не замечаете все в принципе нормально но если в какие-то сетевые игры вы уже хотите покатать с помощью геймпада да то есть прилипание по осям это прям чувствительная прям немножко даже болезненно но в комментах добрый человек написал что вроде как это все это дело пофиксили и уже собственно все хорошо почему 2 куда делся первый потому что постоянно заказываешь товары и тестировать одно и то же пользоваться как-то не хочется то есть одним каким-то геймпадом поиграл и продал его да вот такой вот мамкин спекулянт и купил другой другим уже пользуюсь а вот решил я на него вернуться потому что мой последний который прям реально топчик геймпад он сломался такое вот него почти 50 баксов отдал а он а он помер начали кнопки залипать и в общем всякое такое чтобы вы понимали сам геймпад стоимость этого геймпада 20 долларов в распродажу можно взять за 15 баксов это шикарнейшая цена просто это достаточно бюджетная версия от фирмы game sir примеру кто знает есть еще такой китайский бренд айпека у меня много на них обзоров но там прям ну дешевого айпека дешевые геймпады в принципе играбельные но не очень дешевый game sir это что-то уже получше но в своей линейке они выпустили вот такой вот недорогой геймпад и он конечно качеством будет гораздо лучше чем те же айпека если вы ищете собственно какой-то геймпад недорогой но меняем и действительно что возьмешь руки это не будет какой-то фуфлышник то вот на эту модель можете обратить внимание так game sir постоянно да как и только попугачи game sir t3 есть модель т3 с в чем отличие в обычной т3 вот собственно как у меня здесь геймпад работает исключительно по кабелю то есть в проводном режиме риф либо с помощью вот такого свистка 24 гигагерца то есть bluetooth здесь нет то есть вы его не подключите по bluetooth пока вы не подключите к своему ноуту то есть исключительно к пока к ноуту к android приставка можно подключиться либо по кабелю либо через свисток 24 гигагерца связь держит отлично подключается мгновенно все отлично настоятельно опять же не сильно буду так вникать хотите посмотрите обзор на него есть инструкция в инструкции описаны все варианты подключения то есть как правильно подключиться к свистку как правильно подключиться по кабелю как ни странно да то есть не просто там воткнули там нужно зажать определенные комбинации клавиш подключаете кабель и всем по кабелю работает вставили в комп свисток зажали если мне память не изменяет r1 x и вот эту центральную клавишу удержали происходит установка драйвера уже на пк и все то есть потом он уже без всяких проблем даже если вы будете дергать этот свисток туда-сюда он будет подключаться к пока то есть такая разовая настройка каких-то супер фишек у этого геймпада в принципе нет могу отметить неплохое качество для своей скромной цене особенно по акции неплохое качество пластика подсветок здесь никаких нет стики жесткие нажатия клавиш все жесткие то есть фуфлышка он не ощущается триггеры у нас имеют степень нажатия чувствительность к степени нажатия что очень хорошо это как просто кнопка также здесь есть хорошая вибрация которая также настраивается по мутам три уровня регуляции мощности собственно этой вибрации то есть вот такой вот геймпад хотите посмотрите обзор опять же говорю будете брать смотрите на инструкцию там все описано так пацаны афинишируем мы сегодня вот таким вот легким экстазом я специально приберег эту посылочку до конца поэтому кто досмотрел тем наверное повезло что досмотрели а кто уже вырубил видосик и пошел гулять по просторам ютуба дальше а возможно им не повезло здесь у нас два пухлых пакета здесь у нас темный пакетик его такой светлый к темному что-то у меня есть маленькие вопросики я боюсь там что-то было не поломано но мы закончим закончим на темной стороне поэтому вот этот мы пока отложим в сторону откроем вот эту посылочку так здесь что-то вот так замотана пока ничего не понятно абсолютно одна пупырка йома и еще одна пупырка я уже пупырочный магнат у меня этих сумок теперь пакетов немедленно в общем вот такой кейс если что это кто подумал это не аптечка вот такой кейсик внутри у нас расстегиваем то есть ну видно да качество плотный классный кейс открываем и секунда на размышления что-то может быть что там раз два три пиши в комментах ладно не буду тянуть я все того же кота здесь у нас вот такое я думаю уже что-то можно понять здесь у нас находится игровая ретро консоль к но очень топовая вот прямо мега топовая на данный момент я думаю это одна из самых крутых консолей которая реально недорогая стоимостью скажем так 50 долларов так тут с ней тоже кстати интересная ситуация я эту консоль уже покупал но в проводном режиме то есть геймпады у меня были проводные консоль мне очень понравилось обзоры тогда на нее не запилил а потому что опять мамкин спекулянт я решил я продам версию проводную возьму беспроводной вот так собственно выглядит наша консоль к в общем здесь есть две оболочки игровая оболочка и оболочка самого голого андроида между ними можно переключаться много огромное количество эмуляторов здесь 33000 игр есть варианты на 50000 playstation 1 кстати идет офигенно здесь всякий sega мега drive там dreamcast эти что там нинтендо 64 здесь есть тоже кстати идет сега дэнди дэнди нинтендо в смысле эти черно-белые консоль ки нинтендо 3ds вот эти портативки psp тут тоже есть все нормально отлично работает встроенный в моем случае 33000 игр вот карта памяти встроена как вы видите она заблокирована сейчас ну заклеена типа там есть два юсб разъема то есть можно подключить какую-то флешку со своими игрушками их запускать здесь есть bluetooth здесь есть вай фай то есть принципе типа youtube можете там запустить bluetooth очень хорошо в том случае что допа можно подключить сюда еще два геймпада то есть вот у меня два беспроводных а я могу сюда подключить еще два своих любых геймпады от других каких-то сторонних производителей примеру готовь же серьги подключить геймпад беспроводной на 6 клавиш настроить эмулятор эмуляторы все над под себя настраиваются сохраняются все настройки можно широкий экран узкий экран то есть 4 на 3 16 на 9 подключается по hdmi качество картинки отличная игрушки сохраняются есть различные пресеты для старых игр и типа фильтров настройки чтобы картинка получше была в общем про нем можно рассказывать очень много настроек реально очень много русский язык присутствуют все языки община на мира здесь присутствуют то есть консоль реально просто пушка вот так выглядит вот такая маленькая в моем случае идет свисток потому что геймпады у меня без проводные проводные просто как бы юсб что это сразу давайте установим один свисточек сюда я так понимаю что она нет кстати видите под каждый геймпад свой свисток хорошо это или плохо не знаю но вот так на хорошо так в общем сама консоль к же в пять минут на трендил да вот типа говорю обзор не буду на трендил у меня на записи так по крайней мере я смотрю так hdmi кабелек у нас в комплекте есть у нас вот такая инструкция инструкция англо-китайская ну принципе она несложная но с менюшкой лучше пошариться изучить чуть-чуть менюшку потому что там есть интересные достаточно настройки в плане того что к примеру можно отобразить различные внешний вид оболочки поменять да как будут отображаться игры игр кстати отображаются с картинками то есть это очень круто вот и даже крыш бандикуд есть в общем настраивается сама оболочка настраиваемая настраиваемая моя моя августа я уже в конце реально уже заговариваться начинаю так вот не наши геймпады вот единственное что то есть геймпады здесь дешевый откровенно дешевые геймпады пловички со второй все кликабельно то есть видно что не дешевые ну как нормально нет такого не буду это в руки брать не такого нет ты на работают они у нас крышечка от двух батареек 3 а ну для общего понимания вот так выглядит у нас оболочка то есть вот эти иконки менюшку стиль общий можно все это дело в настройках менять при подключении к вай фай вы можете собственно скачать какие-то свои оболочки по выбирать их там очень много я этого еще пока ничего не делал но примеру из трех доступных вариантов вот я выбрал такую вот какие игрушки тут есть собственные эмуляторы до нинтендо виртуал бой бандай вон дер сон что-то там то есть какие-то деления по играм общий all games фейворит это суда список добавляйте своих любимых игр каких-то вот amstrad какой-то сиписи я не знаю что это от али 2600 от али 2 500 5 200 от али 7 800 от али 800 ну кто в курсе на знает что это за консоли такие от али бинкс от али сти сэми комодоры капком то есть ну видите очень ось sega dreamcast к миру заходим в sega dreamcast но тут на данный момент на sega dreamcast доступна к сожалению всего три игры но опять же вы можете их подгружать файнер бёрн фэмикон нинтендо sega game gear я тоже не знаю что это такое это aladdin и кстати видите да то есть на каждую игру есть еще описание на некоторые игры может даже допуститься видео анимация то есть будет представление что это за игра ну как она выглядит именно nintendo 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 game goal color sega genesis вот погнали игрушки к примеру sega genesis не вижу а 890 игр вот sega genesis 890 игр какой-то motel sega mark 3 я даже не знаю что за название вот sega genesis mega drive именно вот он список игр все это дело листается огромнейшее количество различных и kontra все это все что есть там в той же super nintendo kontra то есть все топовые игрушки здесь реально есть а вот чтоб понимать как выглядит меню игровые настройки настройки контролеров до обновления загрузки настройка системы то есть очень очень много всяческих настроек sony playstation порта булл ну конечно sony playstation а это чтобы понимали насколько все таки действительно консоль к мощная sony playstation первое crash bandicoot никаких лагов никаких подвисаний все хорошо все плавненько пожалуйста бегай прыгай то есть соответственно всяческие там эмуляторы dnd sega за это можете вообще не париться после сонька легко тянется все пожалуйста катаем наслаждаемся в общем буду еще плотненько разбираться составлять списки игры буду планировать на нее обзорчик но как и говорил консоль реально офигенная но это на всякий случай для скептиков нет фал спид ход персует все та же sony playstation ах где мой первый класс где мои 7 лет ух финальная посылочка на сегодня она вот вы видели сами там лежала темненькая ждала когда я ее так вот чеки 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 пуки сделаю блин серьезно пупырки после распаковок адское количество хоть блин ищи пункт приема какой-то сдавать ее куда-то что ли уже пора так первое сразу что ощущается в этой посылке она тяжелая я вот откровенно я не ожидал что она будет реально такая тяжелая но меня это радует заранее меня это радует думаю из заднего вида слушая жопа его распаковал видно что это такое это у нас фигурка сборная фигурка халка по моему последние все мои распаковки не обходятся чтоб я не распаковал что-то китайской продукции по серии marvel чем не нравится на алике что все знают есть такой бренд hot toys они делают дорогущие конечно игрушки брендированные эти фигурочки всякие но нереально космос денег стоит аналитики можно найти что-то вот недорогое дидитойс ой извините я там как усказал слушать и он тяжелый реально вот я ноги достал я думал так это фуфлышка будет потому что блин китайцы они фотки такие бывают ставят что нихрена непонятно ты смотришь что ли говно то ли не говно хрен его знает да вот качество ужасно тут не знаю сколько она весит мне жалко у меня весов нету сломали кстати вот эти вот пищевые весы да что взвешивать так вот такая нога вот такие лапы блякла под конец извините опять да реально круто даже грязь какая-то прибипла китайская еще смотрим слушать и прикольно я недавно кстати там в инсте есть типчик он распаковывают всякие в магазе ведь наработает и распаковывают и такие вот ништяки всякие собирает фигурки мне это очень нравится я прям кайфую а здесь так ладно чьям и его вот такое получилось стоил он порядка 25 долларов я давно хотел его купить даже удалял со своего списка желаний потом опять добавлял и честно вот вот сейчас вообще все вопросы отпали вообще не жалею что я его купил офигенный офигенный тяжелю че я не знаю блин он больше килограмма точно весит этому тут килограмма полтора потому что пачка сахара того же она реально как бы ты не сильно ощущаешь а здесь прям ты чувствуешь вес посмотрите отличная хорошая детализация то есть для бюджетной фигурки выглядит очень круто тебе тут и венки к и косяков каких-то не вижу то есть видите все соединилось ручки такую нас тут банка ну как у меня прям банка даже у халка поменьше на спина посмотрите рельефная да вот мордяка у него нормально кстати вот это фигурок халка очень много на алике всяких можно посмотреть но не такие убогие соединение эти шарнирные какие-то рожа какая-то корявая непонятно руки-ноги ну все какое-то ну реально убого это вот именно как по фильму очень качественно сделано то есть из всех фигурок что я перерыв я даже смотрел там и по 50 баксов уже которые дорогие более да реально ну хлам какой-то продают а вот это огонь вот это огонь и ссылочки обязательно не оставлю кстати за что я еще переживал смотрите какой железный человек а у меня просто тут под под рукой как раз был стоимость тоже порядка 30 долларов но здесь не буду я ему уже позу создал обзор у меня на них если что есть тут все тут плечики гнутся локтики ножки коленки предплечье руки там в позы голова спина туловище все тут сгибается за чё я парился я парился за то что что ну халк не был такого же размера потому что у китайца указано там что-то в районе 20 сантиметров чуть-чуть это такое да вот папа высоте я думал что мы просто знаете как пропорционально снята будет когда все их выставить какой-то мелкий халк будет а тут а тут ну вот видно да откровенно же это халку должен реально здоровенный надеюсь вам распаковка понравилась я просто сегодня в восторге и блин следующую я жду уже с нетерпения потому что там тоже едут классные ништяки на любой вкус поэтому надеюсь они быстро все это ко мне доедет и я запилю для вас распаковочку поэтому если хочешь есть смысл подписаться мне как будто все равно да подпишешься ну ок спасибо подписался не подпишешься просто ну ты собственно пропустишь распаковку значит до следующего и пропустишь какие-то возможно классные товары и потом такой чё я не посмотрел там еще что-то да ну вот что-то в таком духе короче говоря в общем если какие то есть вопросы по поводу товаров которые ты сегодня смотрел в распаковке пиши в комментариях на все отвечу все комменты читаю что-то лайкаю адекватно надо с гадостей поржать могу спасибо за просмотр до встречи в новых видосах пока пока